Говорит Спортрупер! И сегодня мы с вами поговорим об истории таких брендов, как Форвард и Формат. Погнали! Итак, в прошлом выпуске, когда я разбирал такой бренд, как Джеймис, я просил порекомендовать мне следующий бренд для разбора. И большинство из вас однозначно попросило разобрать знаменитый пермский бренд под названием Формат. Но в названии этого ролика фигурирует также бренд Форвард. Ну и на самом деле несложно догадаться, что оба этих бренда принадлежат одной компании. Поэтому обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал Спортрупер, потому что мы начинаем разбирать премиальный сегмент компании Форвард, а именно Формат. Итак, несмотря на то, что первый велосипед под брендом Формат появился аж в 2007 году, нам придется окунуться в 1999 год, когда три соучредителя решили организовать компанию под названием Steffi Velo. Александр Игнатьев, Максим Ужегов, а также Алексей Шурыгин были не только финансовыми инвесторами, а также единомышленниками на тему велосипедного спорта. Генеральным директором выбрали Александра Игнатьева, и компания начала заниматься импортом велосипедов из Китая и Тайваня. Но помимо импорта, компания занималась также и продажами продукции, которая выпускалась с заводом под названием Вельта. Это пермский велосипедный завод, который в начале 2000-х выпускал примерно по 1 миллиону велосипедов в год, среди которых были очень знаменитые модели под названием Урал или Кама. Но в 2001 году завод обанкротился, и часть площадей начала заниматься компанией под названием Steffi Velo. И, кстати, в эту же компанию и перешли часть сотрудников Велты. И эти площади, начиная с 2003 года, стали использоваться компанией, ну, своего рода, как сборочный цех комплектующих, которые приходили из Китая и Тайваня. Дело в том, что по российскому законодательству возить готовые велосипеды немного дороже, чем возить те же комплектующие. И ребята из Steffi Velo решили просто-напросто сделать сборочный цех и собирать велосипеды непосредственно на территории России, чтобы сократить издержки. И это, безусловно, сразу дало свои плоды. Но ребята решили не останавливаться и решили создавать свои собственные велосипеды, и пригласили для этого даже профессионального велогонщика по имени Сергей Ишболдин. Сергей был известным велогонщиком в Советском Союзе, и он, по сути, стал техническим директором этого предприятия, и под его началом стали выпускаться первые велосипеды под брендом Forward. И, кстати, первый байк появился в 2004 году. Итого, компания, которая быстренько переименовалась в ООО Forward, стала выпускать на мощностях Пермского завода около 500 тысяч велосипедов в год. Но, правда, надо иметь в виду, что это в основном бюджетный сегмент, то есть это в большей степени стальные модели. И когда управление компанией пришло к выводу, что производство бюджетной линейки поставлено на рельсы, стали задумываться о развитии своего премиум-сегмента. В 2006 году стали появляться первые прототипы данных велосипедов, и уже в 2007 году был рожден первый велосипед под брендом Format. Первый год велосипеды Format были исключительно горными, а вот уже в 2008 году появились также и первые шоссейные велосипеды под этим брендом. И надо сказать, что линейка Format развивалась постепенно каждый год. Например, в том же 2009 году появилась линейка BMX велосипедов. И, кстати, Forward даже приглашали действующих чемпионов по тому или иному велоспорту, чтобы они участвовали в развитии той или иной линейки. Например, одним из ярких примеров является Сергей Бандеров, который участвовал в развитии триал-сегмента. Но 2008 год стал черной страницей компании Forward. Генеральный директор Александр Игнатьев, а также главный конструктор Сергей Ишболдин погибли в авиакатастрофе, когда возвращались с выставки Евробайк. Рейс Москва-Перм на Боинге 737 стал роковым для руководства компании. И с тех самых пор управление взял в руки второй учредитель по имени Максим Ужегов. С этого самого момента компания начала планомерно развивать изначально заложенный вектор развития. Через несколько лет в ассортименте компании появились первые карбоновые велосипеды. Правда, это было в МТБ-сегменте, не в шоссе. Это, кстати, в том числе и связано с тем, что компания имеет свою титульную профессиональную МТБ-команду под названием «Формат Удмуртия». Причем раньше она называлась «Форвард Удмуртия», но тут все, честно говоря, понятно. Наверняка профессиональные спортсмены гоняют именно на велосипедах «Формат». И на сегодняшний момент компания «Форвард» является вторым по объему производства всех велосипедов на территории России, лишь уступая очевидному лидеру под названием «Стелс». И, безусловно, велосипеды под брендом «Формат» не продаются в том количестве, как тот же «Форвард». Но, тем не менее, многие люди любят именно этот конкретный бренд. Причем надо сказать, что «Формат» имеет в текущем ассортименте даже полуфоты и электробайки. И вообще этот бренд имеет достаточно много прикольных фишечек, особенно если взять кодификацию всех моделей. Вы наверняка замечали то, что у многих брендов модели называются отдельными буквенными названиями, например, «Каньон Спидмакс» или «Спешлайст Венш», а вот у «Формата» это четырехзначные цифры. И да, про смысл этих цифр я, безусловно, расскажу в отдельном выпуске про модельный ряд «Формат». И да, кстати, я должен сказать то, что ребята раньше особо не кричали то, что они российский велосипедный бренд. Наоборот, цель компании была сделать «Формат» большим международным брендом, и может быть даже эта цель до сих пор и осталась. Но сейчас «Формат» сделал полный ребрендинг, и если раньше они не имели какого-то национального окраса, то сейчас их главным слоганом является «Мы с Урала» – «We from Urals». И это, на мой взгляд, просто отлично, потому что это очевидно новый тренд, что не надо стесняться, что тот или иной продукт сделан российскими либо умами, либо руками. И, кстати, на канале есть выпуск из новой рубрики под названием «Спорт завхоз», где мы разбираем производство велосипедов на территории России Антона Степанова. Кто не видел, переходить по подсказке там очень душевно. Поэтому «Формат» – это реально довольно интересный и занятный бренд, поэтому обязательно пишите в комментариях, какой сегмент мне разобрать в следующем ролике. Либо горные, либо шоссейные велосипеды. Подписывайтесь на все каналы в ВКонтакте, в Телеграме, в Яндекс.Дзене, а также в Ютубе. А с вами был Спорт.Рупар, и всем пока! Правда, там шоссейных велосипедов не так уж и много, но среди них есть реально занятные. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова